Дорогие друзья, здравствуйте, уважаемые слушатели радио ТЭТИМ и зрители канала НВК САХА. Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск. Сегодня». У микрофона с вами я, редактор Светлана Вишнякова, и мои гости. Яна Угарова, журналист, общественный деятель, основатель движения САХА ТЛА-400. Яна, здравствуйте. Здравствуйте. Я правильно прочитала название движения? Ну, я не совсем. Я со-основатель, скажем так. Одна из основателей, да. Я почему-то захотела написать, сначала писала одна из основателей, потом думаю, всё-таки напишу основатель, а потом мы добавим, что вы одна из, то есть у вас целая команда. А к названию мы ещё вернёмся, потому что я его прочла, но я не понимаю на самом деле, что означают эти слова и эта цифра. И Вильяна Никитина, руководитель республиканского общественного движения «Будущее родного языка». Вильяна, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы сегодня пришли в нашу студию. Я рада, что мы сегодня продолжим тему, которую вы начали в конце весны. Вы были в этой студии вместе с моей соведущей, с участницей проекта «Якутска сегодня» соведущей Анной Фёдоровой. И вы говорили о родном языке, о его сохранности в республике, в городе. И меня это так затронуло. Я даже удивилась, что я во время эфира расплакалась. Потому что когда вы говорили о том, что вы почувствовали, что вам не хватает вот этой возможности говорить на своём языке, когда оказались вне Якутска, и не было этой возможности, и я подумала, что действительно это так тяжело, когда ты не можешь узнать себя через свой язык. То есть мы себя не можем узнать, когда мы не есть мы, да? Когда мы не в полной мере мы. И я правда так растрогалась, и у меня как будто бы что-то внутри перевернулось в этот момент. Потому что, живя в Якутске, я живу здесь всю жизнь практически с пяти лет. И я всегда думала, зачем мне якутский язык на самом деле, да? Ну зачем я там уеду куда-нибудь и буду там жить в Москве? Такой синдром отложенной жизни. Ну в конечном итоге я всю жизнь живу в Якутске, и какое-то время мне не нравилось, что начинают при мне говорить на якутском языке, потому что я не понимаю. А вроде бы как сесть и выучить этот язык, да, у меня как будто бы какой-то мотивации нет. Нет времени, да, вот ну как обычно. И, честно говоря, нет способности у меня к другим языкам. Но в последнее время я стала понимать, что это уже необходимость, потому что достаточно часто говорят на якутском языке. И это есть, наверное, ещё момент какого-то уважения к тому месту, в котором ты живёшь, да, к людям, с которыми ты очень близко и долго общаешься, что это их родной язык, и хочется понимать. И вот сегодня, когда я ехала на эфир в автобусе, я подумала, что было бы хорошо, нам же объявляют остановки на двух языках. Было бы хорошо, если бы говорили, например, какие-то слова на русском языке, и тут же на якутском, или на якутском какие-то слова, да, и тут же перевод на русский язык. И ты едешь вроде бы в автобусе, но ты в то же время как будто изучаешь язык. Очень интересно, кстати. Надо это включить. Хорошая идея. Потому что так же нет времени, а в автобусе мы проводим очень много времени, особенно если, допустим, брать вот пригород, да, или брать районы, там, Мархата, Бага, это же вообще там, я не знаю, там полжизни в автобусах люди проводят, пока добираются до работы, да, и это несколько раз в день. Вот. И я подумала, что, может быть, что-то такое вот ненавязчивое для ленивых людей, когда ты всё равно что-то слушаешь, и ты волей-неволей всё равно запомнишь это. Вот. Потому что я думаю, что мы сегодня будем говорить как раз-таки о таких возможностях, да, помочь людям изучить якутский язык. И, наверное, мы начнём с того, с чего же это всё началось. Наверняка это началось не с 1 августа, когда прошло совещание при поддержке мэра нашего города, а началось гораздо раньше. Расскажите, пожалуйста. Так, я, наверное, начну, да, потому что, поскольку Светлана вспомнила про эфир наш, который был посвящён циклу передач об Алексею Алексеевичу Кулаковскому, он был презентован 27 апреля, да, в День республики, я бы хотела, чтобы показали тизер, режиссёр, пожалуйста, покажите нам тизер вот цикла передач о Кулаковском. Мне его культурное наследие, его художественное наследие, его поэтика, конечно же, станут достоянием. Это гений народа Сахар. Он открыл совершенно новый и единственно верный путь в выживании родного народа. Жизненный путь, который был у Алексея Алексеевича, он уникальный. Глубоко переживал за судьбу своего народа. Реальная жизнь показывает, насколько он был прав. Что там написано такого, что спустя век мы видим в нём актуальность, и вот сидим с вами и это обсуждаем. Спасибо большое. Вот с этого, собственно, цикла передач начался мой интерес к этой теме, потому что я поняла, что то, что Алексей Алексеевич говорил с письмей якутской интеллигенции больше ста лет назад, представляет актуальность и сегодня. То есть в начале 20 века был риск потерять язык и культуру. И сейчас эта тема также актуальна, к сожалению. И ничего вообще не бывает случайно, потому что была пресс-конференция, вот об этом цикле передач «Премьера» была, там были журналисты. И где-то в июле месяце одна из активисток движения за якутский язык, Нина Герасимова, журналист газеты «Кым», написала мне о том, что вот хорошо бы встретиться тебе с якутскими активистами, чтобы как-то вот внести какую-то новую струю. Тут надо оговориться, да, вот такая вещь, что я как бы проявляюсь для общественности как абсолютно русскоязычный человек, который говорит исключительно на русском языке. И хорошо говорит, и хорошо пишет. Спасибо, да, спасибо. То есть как бы публично я никогда не говорю на якутском языке, и тому есть причины, о которых я могу сказать позже, да. Но, слава богу, в моей семье, в семье моих родителей было принято говорить на якутском в детстве. Благодаря этому я знаю разговорный язык. Но вот так, чтобы говорить на широкую публику, вот этого языка у меня нет. И это большая для меня драма, скажем так, да. Вот. Если раньше я как-то, ну, думаю, ну, как бы вот тоже, да, столько лет прожила, еще поживу, да, вот с этим, то после вот передачи о Кулаковском я поняла, что... А я не хочу больше так. Я хочу говорить на своем языке. И вот тут ко мне обращаются, значит, общественники. Мы встречаемся, это было в июле месяце, вот, с Вильяной, там был еще Халан, вот, с Ниной Моисеевной. И говорим о том, вот мы как родственные души друг друга нашли. Я бы сейчас попросила показать фотографию первую, да, у нас там есть фотография, где у нас была первая встреча наша. Очень памятная. Я этих людей, да, это вот... Сначала у нас было четверо, потом можно вторую фотографию показать, да. На следующей встрече, которая состоялась буквально через несколько дней, нас уже было больше. И вот в тизере про проект о Кулаковском там вы видели главу нашего города Евгения Николаевича Григорьева. И после интервью оказалось, что эта тема ему очень-очень близка. Вот. И он сказал, что, ну, как бы, он поддержит движение, которое будет посвящено сохранению якутского языка. И я вспомнила эти его слова. Вот сейчас вот смотрите, вот фотография, да, вот на его вот... Кабинет. Да, двери кабинета. Там написана глава по-русски и написана глава по-якутски. То есть он сам как бы подает пример тому, что надо и по-русски, и по-якутски, да. И, в общем, он сказал, что он готов поддержать это. Я вспомнила эти слова, обратилась к нему. И в итоге вот мы стали в мэрии встречаться. Это вот у заместителя главы он курировал наш проект, Руслан Владимирович Тимофеев. Вот тут у нас еще больше активистов. И в итоге 1 августа мы провели круглый стол в мэрии, который назывался языковое пространство столицы Якутии. Вот. Сейчас, наверное, вот тут мы стоим организаторы, выступавшие с главой города Якутска. Следующую фотографию можно показать. Там блеснул просто на этой встрече Александр Григорьевич Подголов. Он сказал такую мощную речь, которая просто овациями была встречена. Вот он говорил о том, что он считает, что нужно обязательно знать родной язык. Это наша звездная пара, Нюргун и Лиля Бичигяны. У них они создали приложение Сахалы. То есть это приложение, которое позволяет выучить якутский язык онлайн. Вот на этой фотографии надо остановиться отдельно, потому что Евгений Николаевич учредил свой собственный приз личный человеку, который придет на гигфест в якутском костюме. И вот это вот обладатель этого приза. То есть вот мне что нравится, да, что сказал, сделал, да. Вот не просто так я вас поддержу, да, а вот круглый стол провели, сказали, что надо якутский язык, культуру по всем направлениям продвигать. И вот уже там состоялся гигфест через буквально там несколько недель. И вот на нем мэр просто самолично, собственноручно выбрал и вручил приз. То есть вот это вот, мне кажется, достойно уважения. А потом начались встречи наши на разных уровнях. Это мы в центре детском Сайдыс, в котором руководит наша активистка Юлия Андросова. Можно дальше показать. Это было республиканское августовское совещание учителей. То есть наших активистов стали активно приглашать на разные мероприятия. Это вот городское было совещание учителей. Вот все мы выступали там, очень слушали много. Было семинар-совещание вот о пятилетии Кулаковского. Я там говорила в том числе тоже про наше движение. Это логотип нашего движения Сахат-ЛА-400. Как видите, там есть якутские буквы. Вот пять наших униконов. А что это за число 400? Сейчас расскажем. А потом мы снимали вот ролик. Ролик с участием главы города Якутска Ивгения Николаевича Григорьева. И вот с неравнодушными гражданами. Вот тут он у нас, как бы мы веселимся, радуемся, что мы это сделали. И вот это... Я включила эту фотографию, потому что там написано «Я Саха». Я не кореец, не японец, не китаец. Я думаю, что еще и поэтому надо знать. Если ты не знаешь языка, то тебя могут назвать кем угодно за пределами нашего города, нашей республики, нашей страны. И ты ничем не можешь крыть. То есть ты говоришь только по-русски, например. В такой футболке у тебя есть шанс все-таки... Ну да. То есть тебя не назовут, что ты там China, Japan или еще что-нибудь. Ты другой национальности. И людей это сразу интересует. В общем, я такую длинную вступительную речь сказала. Я думаю, что Юлияна сейчас нам тоже что-нибудь добавит про то, как это все происходило. Ну, вообще языковые активисты, конечно, давно существовали. Я, допустим, являюсь языковым активистом с 2011 года. Мы родители, которые ратуются то, чтобы наши дети обучались на своем родном языке. Потому что, обучаясь на своем родном языке, дети больше раскрывают свои возможности, свои способности. Но нам вот именно не хватало того, что мы... Допустим, сейчас есть проблема то, что дети Саха, они теряют свой родной язык. Потому что глобализация, интернет, гаджеты. И все переходят только на русский или, допустим, даже английский язык. Корейский учат сейчас. Да, корейский, японский. И очень много детей не знают свой родной язык. Но вот, как говорила Иоанна, Нина Моисеевна всегда говорила, давайте вот подключим русскоязычных Саха. И мы вот вышли к Иоанне и объединились. И вот вы тоже, да, допустим, вы не Саха, но здесь уже давно живете. И, конечно, два языка — это два менталитета, две возможности намного больше развиться, намного больше узнать и так далее, да, конечно. И вот наши дети, которые вот Саха, заговоря на родном языке, на языке Саха, они автоматически становятся двуязычными. А как мы знаем, двуязычие — это уже намного развитый, уже развитый мозг. Там уже доказано, что извилин больше, серого вещества больше и так далее, да. И когда есть два языка, вот любой другой иностранный язык намного проще и легче изучается, я это говорю как учитель иностранного языка, французского и английского. Поэтому вот, допустим, работать с одноязычным чуть сложнее, чем с двуязычным, да, потому что у двуязычного уже есть способ переходить с языка на другой, и он на этот метод подставляет только семантику третьего языка. И поэтому вот как и татары говорят, как и башкиры говорят, вот в Москве тоже встречаем, вот много русскоязычных говорят. Да, вот у меня знакомый татар говорит на своём родном языке, и ему очень легко даются вот эти другие языки. Поэтому, да. Да, вы хорошо подметили, что возможность переключаться быстро, это же и в жизни тоже пригодится. Но на сегодня, я думаю, знание языка вот в нашем городе, в столице, да, и в республике вообще — это уже вопрос, наверное, уверенности. Насколько ты себя уверенно, комфортно будешь чувствовать в обществе, потому что на якутском языке сейчас говорят очень много и часто. Да, да. И я по ссылке перешла, где рассказывается про ваш проект, и там есть видео тех людей, которые уже к нему подключились. И перед этим видео два вопроса. Почему вы считаете, что этот язык важен? И ещё вопрос, в чём преимущество, да, важность, ценность знания языка, и почему хорошо говорить по-якутски? Ну, вы свою точку зрения уже сказали. А какие ответы из тех, кто присоединился к вашему движению, вам вот как инсайты, не знаю, как вот точно ещё из-за этим, может быть, что-то запомнило, что-то такое вот новое? Вы знаете, мы можем посмотреть видео, вот которые... Это вообще челлендж, который мы объявили. Нет, не это видео. Видео, где там у нас женщины говорят... Нет, нет, хотя, в принципе, мы могли бы его посмотреть. Ну, может быть, режиссёр тогда найдёт, если оно короткое, то вы тогда его поставите. Звук у нас идёт. Вот, вот, да. А можно его сначала показать? Ну, вот, да. Первая версия звучит так, что это было неосознанно, бессознательно, скажем, потому что, когда я приехала в Якутию, мне было всего лишь 10 лет, поэтому это произошло так, что я быстро переняла чужой язык благодаря общению со своими сердцами, с друзьями, подругами. А в более осознанном возрасте, когда я уже учила в школе, читала литературу, в целом изучала якутский язык, как структуру, да, из чего состоит, то тогда я поняла, что, оказывается, якутский язык относится к чуркскому семейству, и киргызские и якутские языки, они очень схожи. Я разговариваю на якутском, это, наверное, из-за любви к республике Саха-Якутия, потому что я люблю язык, я люблю народ, который там живёт, в целом республику. Вот как раз в тему, да? Да, 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 да. Мы сейчас вот видели видео от киргизки, который сейчас в Кыргызстане находится, это выпускница нашего университета, Акбермет её зовут, и она выучила якутский язык, ну, как вы слышали, да, она говорила, почему она это сделала. То есть я просто думаю, что такие примеры, да, это пример для подражания. Человек из другой страны приехал и выучил язык. Это вот, ну, вот для меня это очень, как бы, большой пример, да, я думаю, люди из других стран знают так хорошо, что она так чисто может говорить, да, а я вот так чисто говорить не могу. Я просто думаю, что благодаря вот этому челленджу, который мы объявили в День города, чтобы люди отправляли видео, благодаря этому челленджу, как бы мы узнаем много мнений о том, почему стоит говорить на якутском и какие достоинства это. Действительно, так хорошо, я думала, это ее родной язык, пока она не сказала, вот на русском не перевела, и уже третий язык получается, да, ну, как минимум. Спасибо вам большое. Я думаю, что мы сегодня еще много интересного узнаем о том, зачем и почему якутский язык важно изучать, живя в республике, или, может быть, даже не живя в республике, а живя где-то в другом регионе, и там это движение продолжая. У нас сейчас будет короткая реклама, затем мы продолжим говорить об этом с нашими гостями, с Яной Угаровой, которая является журналистом и общественным деятелем, и одной из основателей движения «Сахат ЛА-400» и с Вильяной Никитиной, руководителем республиканского общественного движения «Будущее родного языка». Оставайтесь. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. Мы продолжаем говорить о том, как важно знать якутский язык и для коренных народов Севера, и для тех людей, кто сюда приезжает. Потому что на сегодняшний день, на мой взгляд, это уже как будто бы необходимость, потому что очень часто можно встретить людей, говорящих на якутском языке, и хочется понимать, о чём они говорят и как-то поучаствовать в разговоре общем. В нашей студии сегодня об этом мы говорим вместе с гостями, журналистом, общественным деятелем, одной из основателей движения «Сахат ЛА-400» Яной Угаровой и руководителем республиканского общественного движения «Будущее родного языка» Верю Яной Никитиной. Я ещё раз приветствую своих гостей и, наверное, попрошу вас рассказать о том, с самого начала, второй блок начать, о том, на каком языке говорят в ваших семьях, и на каком из языков говорят чаще, если это несколько языков. Вильяна, наверное, пусть начнёт. Ну, мы в семье полностью разговариваем только на языке Саха. Дети мои учились в образовательных учреждениях с обучением и воспитанием на родном языке, как в детском суду, так и в школе. И, конечно же, иностранный язык. Сын мой уже студент, и у него четыре языка. Он на четырёх языках свободно говорит. Это кроме русского и якутского, английский и китайский. Сейчас учится в Китае. А дочка учится в четвёртом классе, и у неё тоже два языка, плюс английский сейчас. Пытаемся как-то в быт тоже ввести, чуть-чуть разговариваем там в доме на английском языке. И это наше богатство, конечно. Ну и сами вы владеете несколькими языками, французским в том числе. Да, у меня английский, французский, да. И якутский, и русский. Якутский и русский, естественно. Здорово. Я не могу похвастаться тем, что я говорю со своей дочерью на якутском языке. Она понимает, но не говорит. Но после проекта про Кулаковского, в котором она была режиссёром, она стала как-то задумываться на эту тему. И мы с ней сошлись во мнении, что её сына, моего внука, как-то мы будем приучать к тому, чтобы... Мы сейчас с ним ведём философские беседы, почему хорошо бы ему говорить по-якутски. Я показываю ему мультики. Местами он уже говорит несколько слов по-якутски. Это для нас большой прогресс. В этом месте я как бы вспомнила бы своё детство. Моё детство было гораздо раньше, чем юбилеянина, да. И была на самом деле проблема, как сейчас мы понимаем, что не приветствовалось знание родного языка. То есть как-то было... Мы двигались к тому, что был один единый советский народ. Вот так вот это было, да. И поэтому в общественных местах никогда... Вот я не слышала якутскую речь. То есть садик русский, школа русская. Потом в университете я училась вообще в другом регионе, да. Но вот этот вот оазис, да, который создали мои родители. Переступаешь порог дома и говоришь на родном языке. Папа был очень строг. И на каникулы меня отправляли в деревню, где вот тоже с родственниками я говорила на якутском языке. И у меня вот такой чёткий какой-то вот шаблон, да. То есть я прихожу к родителям, я с ними говорю только по-якутски. Прямо я с ними не могу говорить по-русски. И мне кажется, вот это очень хорошо. То есть когда вот есть вот место, где ты говоришь исключительно на родном языке и практически русским не пользуешься. Родители вам и помогли. Вы же, и благодаря тому, что вы понимаете якутский язык и можете на нём разговаривать, вы продвигались в своей жизни и в карьере в том числе. Да. Это же больше расширяет твое пространство общения. Да. И я бы хотела вот такую продолжить тему. Я училась в городе Свердловске, сейчас Екатеринбург называется. И вот именно там я почувствовала, как мне нужен родной язык. То есть до этого я как-то вот не думала об этом, да. Я там была активистом якутского землячества, да. И мне важно было ходить куда-то, чтобы слушать речь, чтобы говорить. Я писала родителям письма на якутском языке, так я научилась писать по-якутски, да. Вот. Мы там делали исехи, которые вот в Якутии исехи не проводились. А мы там проводили исехи, потому что до такой степени, когда ты на чужбине, вот тебе всё родное окажется совершенно с другой стороны. И хочу сейчас вот сказать... Я слышала вот от нашей активистки, да, Юлии Андросовой, которая вот руководит центром Сайдыс, что многие наши соотечественники, земляки, которые переехали по разным причинам в другие страны, они сейчас обращаются в этот центр, чтобы были онлайн-курсы для детей на якутском языке. То есть я хочу сказать, что в другой стороне гораздо более чувствуешь необходимость того, что ты должен знать якутский. Теперь немножко в другую тему, да. То есть как бы понятно, что саха должны говорить сахалы, да. Вот одним из направлений нашего движения является вот эта возможность учить язык, разговорный язык для начала, всем, кто желает. То есть почему у нас на каждом шагу курсы английского, да. То есть мне кажется, что курсы якутского тоже должны быть везде, чтобы у каждого человека, независимо от национальности, от возраста, вероисповедания была возможность как бы знать разговорный язык. Мне кажется, это очень важно. И еще очень важная тема вот в нашем движении сахатала 400, чтобы людей не критиковали за их ошибки, за акцент, там еще что-то, да. И всячески поддерживали тех, кто желает говорить. Это касается прежде всего городских якутов, да, вот моего поколения, чуть младше, да, которые просто не говорят потому, что их, ну, как бы на смешке все время преследуют, и они думают лучше, я не буду говорить, чем меня будут критиковать. Еще я знаю, есть такое вение, что даже как-то могли агрессивно относиться, если человек саха, но он не знает своего родного языка, то есть могли как-то на этом даже его как-то... Да, было такое, да. И я думаю, что на бытовом уровне это встречается. До сих пор. Тогда вот те мероприятия, которые вы запланировали, общаясь на круглом столе, я по ссылке посмотрела, здесь очень много, и говорить о том, что продвигать якутское кино, которое, в общем-то, сейчас, да, достаточно уже на слуху, и есть призы, и детские лагеря на якутском языке, и работа в якутске по формированию среды по изучению родного языка, но это как раз-таки то, чем вы занимаетесь. Какие еще мероприятия, вот вы считаете важными, в ближайшее время организовывать и проводить, для того, чтобы людей больше подключалось к вашему движению, у вас было больше соратников и активистов. В Ильяне даже детское движение, по-моему, есть, расскажи. Да, детское движение есть, которое называется «Кюнь», то есть это солнце, там дети собираются тоже, объединяются для того, чтобы продвигать якутский язык среди детей, потому что я уже говорила, что есть очень много детей, которые не знают своего родного языка, а также вообще в образовательных учреждениях необходимо увеличить количество классов, изучающих и обучающих. Вот у нас есть изучение, то есть как предметы, и обучение, то есть это предметы математики, окружающего мира на родном языке. Почему это важно? Потому что когда ребенок учится на родном, обучается на родном языке, он познает не только дух народа, но и как мыслит. У каждого народа есть свой способ мышления, свой способ видения мира, и это можно получить только через обучение других предметов на родном языке. А на якутске языке литература там всего лишь изучаешь язык, изучаешь грамматику, орфографию какую-то, поэтому мы как работали с 2011 года для увеличения классов, так и до сих пор продолжается. Также сейчас мы ведем работу с родителями, потому что очень много родителей тоже не обращают внимания на то, что их дети не говорят на своем родном языке. И мы пропагандируем родителям, чтобы они работали над тем, чтобы их дети говорили на родном языке. И вот мы запланировали в ноябре вместе с движением Кюре Гей, вот как раз Юлю Андросову мы напоминали, фестиваль, семейный фестиваль якутского языка, где дети и родители могут прийти и присоединиться к нам, и узнать, каким образом, какие методы есть, и какие игры, как можно развивать среду языковую, узнать. Приложение еще же есть на телефон, по которому можно изучать язык. Расскажите об этом подробнее. И это может каждый скачать и начать. Да, есть онлайн-приложение «Сахалы», которое создали наши тоже активисты, семейная пара Нюргун и Лили Бичиген. Нюргуна многие знают как исполнителя главной роли фильма «Тагандархан». И на самом деле приложения есть для взрослых. Я, насколько знаю, они работают над приложением для детей. И я просто думаю, что наше движение призвано продвигать такие хорошие начинания, хороший опыт, чтобы у каждого была возможность изучать язык, обучаться ему. Я бы хотела предложить показать ролик. Спасибо, что напомнили. Давайте посмотрим тот ролик, который дважды пытались посмотреть. Вот он сейчас к месту. Дорогие якутяне, очень символично, что именно в день рождения нашего родного города мы даем старт движению «Сахатыла-400», призванному сделать так, чтобы в нашем якутске была возможность для всех живущих в нем говорить на якутском языке. Мы очень надеемся, что к 400-летнему юбилею нашей столицы мы уже не будем беспокоиться по поводу сохранения родного языка. 90-летнему юбилею нашей столицы. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Поддержал наше движение. Яна, еще расскажите, потому что нас ждали, когда закончится ролик, и чуть-чуть ваш голос. Вот этим роликом глава города Евгений Григорьев поддержал наше движение и наше желание проводить активную работу по сохранению и развитию якутского языка. И вот этим роликом мы объявили, дали старт челленджу, который будет продолжаться, я надеюсь, что будет развиваться в арифметической, геометрической прогрессии. Ролик о том, что почему я говорю, почему я хочу говорить на якутском языке, и достоинства, и преимущества знания языка. У нас есть телеграм-канал хэштег «Сахатала-400». Подписывайтесь, вот там будет много разной информации не только о нашей деятельности, но и всего, что касается развития якутского языка. И давайте, наверное, здесь объясним, почему «Сахатала-400». А я невнимательно ролик смотрела. Теперь те, кто внимательно послушали, наверняка, знают ответ. Мы как раз начали на дне рождения города, и в этом году 391 лет. И к 400-летию города Якутска говорящих на якутском языке должно быть больше. Вот наша цель. «Сахатала» — это якутский язык, и 400 — это означает до 400-летия города Якутска. Да, то есть мы готовимся к нему и ставим цели вот именно далеко идущие. А потом тогда название вы переименуете, когда уже за... Мы надеемся, что проблема исчезнет. А, так как это мы проявили, да. И тогда ваше движение не нужно будет уже? Я просто думаю, что оно будет по-другому, у него будут другие цели и задачи, и «Сахатала» может быть останется, а 400 мы поменяем на что-нибудь другое. У вас большая команда и отличная поддержка мэра города. Чья еще поддержка вам нужна? Кого бы вы хотели пригласить в свое движение? Или вы так не ставите вопрос, а просто кто откликается, очень хороший вопрос. На самом деле очень много мы находим отклика, когда говорим о своих целях и задачах. И очень много лично меня стали приглашать на разные мероприятия именно как продвигатора вот этой темы. И вот буквально вчера я встречалась с командой «Движение первых», это детское объединение, и мы там тоже находим какие-то точки соприкосновения. И я думаю, я просто даже кого-то встречаю и говорю, участвую в челлендже. И нету таких, которые отказываются, потому что эта тема близка всем и каждому. То есть равнодушных нет. У каждого есть свое мнение, но в целом, в принципе, все согласны с тем, что нам нужно сохранять язык. Ну, я думаю, что классно будет, если будут известные уже люди нашего города и нашей республики, такие, как вы, как Александр Подголов, что-то говорить, потому что, ну, к ним же прислушаются. Может быть, какие-то известные, популярные певцы, исполнители, которые там владеют якутским и русским языком. Они же лидеры, у них есть фанаты, поклонники, и наверняка они тоже как-то будут откликаться и присоединяться к вашему движению из-за того, что их лидеры призывают. Да. Вот не далее, чем вчера, видео записал Георгий Белоусов, ваш коллега, ведущий НВК САХА, и обещал Олег Кулисов, Талбан, что он сделает. Так что мы работаем в этом направлении. Но я еще увидела в роликах знакомое лицо Гаврил Неустроев, который, оказывается, поменял имя. Я даже не знала. И он тоже в вашем движении. И теперь его зовут... Нюргун Бичидянь. Ну, его шикарная роль, конечно, в Тагандархане. Да, лучше невозможно было найти актера. Но я удивлена, что он поменял имя прям так кардинально. Вот сказала я, которая поменяла отчество, и его роль обязывается. Да, наверное, да. Он очень интересный. Мы его снимали для обложки журнала «Журфикс», и он зашел в фотостудию и сразу стал говорить на якутском языке. Так немножко опешили, да, потому что кто-то... Все говорят по-разному, да, но все перешли на якутский. То есть вот как-то вот он вот этим своим, не знаю, якутским духом, да, вот все заполоняет. Он колоритный. Да, и ты не можешь говорить по-русски в его присутствии. Это здорово. И у него голос еще очень красивый, Гаврила. Большой привет передаю, если будет смотреть или смотрит наш эфир. Дорогие гости, у нас остаются минуты до конца эфира. Может быть, я о чем-то вас не спросила, о чем бы вы хотели сказать. Пожалуйста, скажите, или может быть, несколько слов для тех, кто нас сейчас смотрит и слушает. Ну, приглашаем всех присоединиться к нам, участвовать в нашем челлендже и говорить на якутском языке, на русском и насколько угодно языке. давайте развивать нашу языковую культуру. Да, я поддержу Вильяну в этом. И еще хочу сказать такую вещь, что на самом деле все начинается с семьи. Давайте направим внимание в семье на эту тему. Просто задумаемся о том, что родной язык нам только поможет. Давайте говорить по-якутски. Сахалы, другие языки и становиться более грамотными и более полными. Спасибо за внимание. Всего доброго.